В следующем году почти 100% югорского бюджета потратят на реализацию 25 государственных программ. Об этом на заседании окружного правительства говорила губернатор Наталья Комарова. Заседание было посвящено проекту главного финансового документа региона на ближайшую трехлетку. Основные параметры бюджета сформировали на основе прогноза социально-экономического развития округа. Больше 70% расходной части в регионе потратят на исполнение социальных обязательств перед югорчанами. Это доступность и качество образования, развитие здравоохранения, культуры, спорта, а также соцвыплаты. Работа над проектом бюджета региона показала необходимость до 1 декабря 2022 года внести в правительство автономного округа с учетом оценки достаточности бюджетных осигнований и предложением по финансированию основного советского военного жития призванного каковым с 1 января 2017 года. Предложение нужно внести и по другим направлениям. В частности, до начала декабря необходимо оценить проекты по модернизации общественного транспорта в Нижневартовске, содержанию региональных автомобильных дорог, комплексному развитию территории, включая формирование комфортной городской среды, экологической безопасности и цифровому развитию. Также Наталья Комрова поручила оценить целесообразность проведения мероприятий, направленных на поддержку проектов в сфере развития гражданских инициатив и молодежной политики. В Нефтьюганске сняли новый четвертый выпуск молодежного проекта «Люди в студии». На сей раз гостем программы стала директор Департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры. Елена Шумакова вместе с ведущим обсудила развитие креативных индустрий, итоги форума «Утро», приоритетные направления работы. Запись программы стала только частью диалога, который продолжился после, во время встречи с активной молодежью города. Они представили свои проекты, инициативы и презентовали концепции развития КВН в Югре и Нефтьюганске. Мы узнали, что Елена Таллина приезжает в наш город, и решили не терять шансы, грубо говоря, и сделать с ней выпуск. Так как наш проект объединяет молодежное сообщество с экспертным сообществом, мы хотим узнать, как она может способствовать для молодежи, для реализации идей молодежи, проектов молодежи. Важно, во-первых, мне кажется, наладить диалог власти и молодежной политики, представителей молодежной политики. У нас много в городе активной молодежи, которая развивается, которая реализует свои проекты, которые проекты продвигают, очень много грантополучателей, финалисты премии «Мы вместе». Есть ребята, которые стали победителями большой перемены не так давно. И, конечно, у них, у всех есть огромное желание продвигать какие-то свои идеи, инициативы. И вот об этом сегодня на встрече будем говорить. В регионе совместно с Федеральным агентством по делам молодежи реализуют проект по аудиту состояния дел в этой сфере. Он проходит в несколько этапов и включает в себя оценку профессиональных компетенций, специалистов, а также само инфраструктуру, которая создана в каждом муниципалитете для того, чтобы молодые люди могли реализовывать свои таланты и способности. Этот визит стал частью этого аудита и помог собрать обратную связь. Важно посмотреть вживую, какие есть площадки для молодежи. Мне важно было пообщаться лично с молодыми людьми, узнать, насколько им интересны эти площадки, насколько они для них полезны, что еще необходимо сделать с тем, чтобы муниципалитет был привлекательным для молодежи. Мы проводим такие исследования ежегодно, и вот по последнему замеру Нефтьюганз занимает шестое место среди муниципальных образований. Поэтому есть еще потенциал для роста, и очень важно, чтобы в оценке этих возможностей были вовлечены непосредственно молодые люди.